Попечители фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева отсмотрели почти 15 часов видео и каждый ролик оценили по шести критериям. Некоторые работы формально соответствуют не всем требованиям, но производят сильное эмоциональное воздействие. Она не совершала боевых подвигов, не выносила раненых с поля боя. Ей было всего 10 лет, когда немцы окружили Ленинград плотным кольцом. О блокадном Ленинграде говорили многие участники конкурса, в том числе 15-летний Матвей Леоненко из Барнаула. Ролик выделяется художественной подачей. Сама картинка, фоновая музыка, монтаж – все сделано профессионально. Автор рассказывает подробности жизни своей прабабушки в период блокады, но не говорит, какой была ее жизнь после войны. А это совместная работа Колыхаловых из Троицкого района. Их прадед погиб в 44-м году в бою за советскую родину. Место захоронения до сих пор не найдено. Но, работая над своим роликом, Елена и Полина собрали все, что известно о их герое. А сколько еще солдатских судеб остаются ненаписанными? Ищите. А вот семья Богдановых из Рубцовска своего деда знала. Он вернулся с войны. Ивану Егоровичу посчастливилось нянчить своих маленьких внуков. Но он не увидел, как они выросли и стали достойными людьми. Сейчас у него 13 правнуков. И они знают о боевых и трудовых подвигах своего прадедушки. И посвятили ему стихотворение. Любим мы играть в войнушку. Соберем свои игрушки и построим батальон. В бой кричим! Огонь! Огонь! Здесь каждый член семьи хотел сказать слова о своем прадедушке. Поэтому ролик получился искренним, но больше трех минут. Как и у бейского школьника Тимофея Головчука. Его прадедушка работал инженером локомотивного депо. И его рассказы печатались в книгах. При создании видеороликов многие использовали семейные фото и видеоархивы. Доставали ордена и медали. А семья Смирновых из Заринского района, как реликвию, хранит фронтовую алюминиевую ложку деда-ветерана. В десятку финалистов также вошли видеоролики семей Шичковых и Герасимовых из Барнаула, Александра Соломатина и семьи Шалупиных из Бийска, а также работа Дворниковых из Заринска. Если говорить в целом об итогах, то творческий процесс создания видеороликов сблизил молодежь и старшее поколение. Этого и хотели добиться организаторы конкурса. Это работа двух-трех поколений семей. Это люди, которые в течение 75 лет хранили фотографии, документы, материалы о той войне, о своих дедах, о прадедах. И самое главное, что мы увидели, что это не просто работа с материалом, а это совместное эмоциональное присутствие, совместное эмоциональное взаимодействие нескольких поколений. Дети расспрашивали родителей и бабушек о войне, узнавали историю своих ветеранов, вместе листали семейные альбомы с пожелтевшими фотографиями, выбирали кадры архивной хроники, слушали песни военных лет. Сейчас ждем имена победителей. Попечители фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева назовут их на следующей неделе. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.